ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо, разумеется, под музыку, потому что живая страна ее подразумевает. И в гостях сегодня, как уже сказала я, Алексей, наш старый знакомый, добрый, не только для коллег, для тех, кто работает на радиошансон, но и для тех, кто слушает радиошансон, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса, писатель, автор-исполнитель Алексей Филатов. Здравствуйте, добрый вечер. Маленькая поправка, я на самом деле президент, но союза офицеры группы «Альфа». Все поняла. Каждый раз, когда я вас представляю, потому что я не Наташа Федорова. Вот если бы я была Наташей Федоровой, у меня бы от зубов все. А вы не переживайте, я ее три года учил. Я тоже попадался, тоже попадался и все, записал, запомнил. Но я скажу честно, вот, меня как редактор написала, Любонька, так я и читаю. Вот это единственное, что я читаю с листа. На самом деле, мое название, короче, «Союз офицера группы «Альфа». «Союз офицера группы «Альфа».» Хорошо. Алексей Филатов, ну, я так думаю, что один раз в начале программы достаточно вот такую регалию сказать, а потом просто Алексей Филатов. Правильно? Правильно. Так, сегодня что у нас? У нас сегодня будут новые песни, или у нас, как говорится, «The Best». Нет, на самом деле, мы очень давно не были у вас в эфире, и вот мой товарищ, кто будет мне сегодня помогать, Илья Абрылин, говорит, мы года три не были. Я говорю, слушай, да я столько не пою три года. Не-не-не-не, год, наверное. Посмотрели, посчитали год. Год, конечно. Ну, практически, вот эти все песни, которые сегодня прозвучат, я думаю, что они прозвучат практически впервые. Ну, может быть, одна какая-то повторится. Ну, основные премьеры, конечно, в вашей с Натышей Федоровой программе «Катюша», которая сейчас выходит намного чаще, чем год назад. Это тоже о многом говорит, между прочим. Конечно, конечно. Это говорит о времени. Там, кстати, звучит две, как правило, моих песни. Одна совместная, одна моя сольная. Может быть, в том числе и поэтому она пользуется программой таким. Не исключено. Естественно. А что там в ней еще-то, кроме Филатова в этой программе-то ничего? Так, ладно, поехали. Все, пошутили, поехали. А то нам не хватит времени. У нас в планах, как обычно, восемь песен. И я очень хочу, чтобы они все прозвучали. Жди меня. За плечами радость и печаль Все узнали мы на вкус. И меня на службу провожая, Ты шептала, я дождусь. Было лето, конец июня где-то, Платье легкое твое. Небо синее, и ты красивая, Стала ты моей семьей. Годы пролетели неизбежно, А слова мои все те же. Жди меня, я к тебе Прилечу, приеду, принчусь. Жди меня, я к тебе Обязательно вернусь. Как только отпустят дела, Работа мужская взяла. Каждый мой шаг, Каждый мой бой, Мое сердце с тобой. Жди меня, я к тебе. Жди меня, я к тебе. Прилечу, приеду, принчусь. Жди меня, я к тебе. Обязательно вернусь. Как только отпустят дела, Работа мужская взяла. Каждый мой шаг, Каждый мой бой, Мое сердце с тобой. Мы с тобою сплетены судьбою, Словно небо и дожди. Были вместе, Как слова из песни, Сколько было позади. Разных весен Нас куда забросит, Мы знали наперед. Но спокоен, Как каждый воин, Если дома кто-то ждет. Годы пролетели неизбежно, А слова мои все те же. Жди меня, я к тебе. Прилечу, приеду, принчусь. Жди меня, я к тебе. Обязательно вернусь. Как только отпустят дела, Работа мужская взяла. Работа мужская взяла. Каждый мой шаг, Каждый мой бой, Мое сердце с тобой. Жди меня, я к тебе. Прилечу, приеду, принчусь. Жди меня, я к тебе. Обязательно вернусь. Как только отпустят дела, Работа мужская взяла. Каждый мой шаг, Каждый мой бой, Мое сердце с тобой. Живая стуна. Алексей Филатов, если вы только что к нам присоединились, нас можно не только слушать, но и смотреть. Смотрите, если у вас есть такая возможность. Вы, наверное, заметите, что не один Алексей, а мужчин вообще четверо на сцене. И я думаю, у нас в студии точнее, я думаю, что есть смысл их представить. Два гениальных. Ну, одного я представил, это, в принципе, мой штатный, как я его называю, подпевала. Кстати, не просто вот мужчина с короткой стрижкой, но это ветеран группы «Вымпел». Причем сначала мы с ним долго как бы работали вместе, он помогал мне делать первые шаги в музыке, а потом я узнал, что он несколько лет прослужил в параллельном мне подразделении, в принципе, мы являемся, так скажем, ветеранами сейчас Центра специального значения ФСБ России. Вот. Два моих товарища, это Павел... Два гитариста. Два гитариста. Павел Евлахов. Ну, я даже не знаю, что сказать, это просто великолепный. Ну, просто, да, сейчас Маша даст крупный план, и все сразу поймут, у кого есть возможность. Ну, он очень скромный, он великолепный, но скромный, так и восстанет, великолепный, скромный. И Алексей, который, в общем-то, в последнее время занимается тоже очень много мной, фамилия у него такая прям Пономарев, точно, очень знакомая у него фамилия, у него несколько друзей. Такая фамилия. Слишком известная, чтобы ее назвать. Да. На самом деле, вот, если честно, с Ильей мы начинали первые опыты, а вот, так скажем, я пошарахался, пошарахался между звуковиками, и вот Алексей меня пригрел. Странно, но мы как-то быстро с первой песни нашли, в общем-то, общий язык, он как-то нашел ко мне... Ну, это, Алексей, ваш такой костяк, вы везде работаете вместе, и в студии, и на концерт. что со мной вообще никто не может работать, потому что я всех поедаю. Да? Да. Кстати, по прошлой песне я вот у Павла спросил, год назад мы ее записали, я говорю, слушай, какой повод для песни был? У меня все песни по поводу. А сейчас, когда я начал петь про платьица, я вспомнил, это песня о своей жене посвятил. У меня история такая интересная, лет 38-39 назад, я когда с ней познакомился, еще был курсантом на танцах, вот. А я запомнил только одно, у нее такое шикарное было платье, просто шикарное. И она мне дала телефон, я созвонился, она говорит, на остановке встретимся, и я взял своего друга, говорю, слушай... Просто вокруг все в форме, и когда кто-то в гражданской одежде, конечно... Нет, ну девчонок много было, но я запомнил только платье. Я товарища свое беру на свидание, говорю, слушай, я просто могу лицо не вспомнить, а платье она может не одеть. Вот. Ну, вот так вот встретились, в конце концов стала моей женой, вот про нее эта песня написана. Так она была в платьице? Нет, она не в платье была, но я ее узнал, наверное. Харизма. Да, 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 харизма, харизма. А может быть, она узнала вас первое, и как-то раз... Ну, да, ладно, да. Ну, душа, видимо, глаза, может быть, не помнит, а душа, она все равно почувствовала волны эти вот. Ну, не зря же мы уже 38 лет вместе. Следующая, следующая песня называется «Спецназ». И, кстати, кстати, я не знаю, был этот праздник или только предстоит 50-летие образования группы Альфа. Или... Десятилетие? 50-летие. 50-летие. 50-летие, да. У нас впереди, да, этот праздник. И, кстати, вот, я хотел, чтобы мы вышли перед этим праздником, но, к сожалению, формат... А когда, когда, когда? 29 июля. А, то есть это еще совсем... И мы, кстати, к этому празднику вот сейчас как раз вместе готовим песни. Она буквально вот... Она чуть-чуть еще не сведенная, не домастеренная, но уже как бы вот мы выходные собираем все доделать. И на спектакле, который состоится 28-го, мая этого года... Это день пограничницы? Да, да, да. Это я знаю. Мы эту песню должны, в общем-то, в финале спектакля ее спеть, которая посвящена и на 50-летие. К сожалению, вот мы к этому датик этой не успели ее сделать. Ну, ничего, в августе, может, в сентябре там, потому что в июле живой струнной не будет. Мы в июле традиционно всей командой уходим в отпуск. Поэтому точно абсолютно не будет. Ну, а сейчас спецназ слушаем. Специалисты Кажется, нет сил, но делать нечего. Командир кричит «Вперед, ребята!» Сами захотели в спецназ когда-то. И я бегу, и набегу, вспоминаю дом, и я в лани, и я могу, и не могу, Господи, нас всех сохрани. Это не работа, это служба, это как семья, не просто дружба, словно сам он выбрал нас. Спецназ 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 Там за перевалом вертолеты Путь еще немалый Ждет нашу роту Вечером сто грамм Железной кружки И мой пулемет Вместо подушки Как из чугуна Мокрые перцы Я уже не слышу Стучит ли сердце Все давно бежим На морально-волевых Сами же хотели Операций боевых И я бегу И я бегу И набегу Вспоминаю дом И я в лани И я могу И не могу Господи, нас всех Сохрани Это не работа, это служба Это как семья Не просто дружба Словно сам он выбрал нас Спецназ 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 И я бегу И набегу Вспоминаю дом И я в лани И я могу И не могу Господи, нас всех Сохрани Это не работа, это служба Это как семья Не просто дружба Словно сам он выбрал нас Спецназ 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 Живая струна Живая струна Алексей Филатов Сегодня в живой струне Добрый вечер, если вы только что к нам присоединились Все причастные сейчас сказали Ксения, Спецназу Т Ксения, не слышали эту песню? Значит, не было год назад Нет, я слышала, потому что я сейчас очень сложно не попасть на программу Катюша Едучи в автомобиле очень сложно, поэтому я как раз она идет вот утреннее там Переключаешь радиостанцию Там раз Катюша со Филатовым Да-да-да, потому что это как раз самое такое разъездное для меня время и естественно я попадаю и эту песню я слышала, конечно, слышала И я хочу у вас вот что спросить Я смотрю вот у вас Вы, кстати, пишете стихи и музыку или только стихи? Нет, пока только стихи Музыка Начал я петь сначала Потом я стал писателем У меня четыре книги Я знаю Вот Потом я начал снимать Снял короткометражный фильм Был продюсером и актером, кстати Вот Потом я ударился в театральный так скажем Но у вас сейчас есть и тоже проект один театральный Да-да-да И вот, в принципе, наверное, где-то года три назад уже как бы вот как бы с таким с писательским багажом Багажом, да Я начал сочинять стихи Хотя, в принципе, я могу сказать, что в детстве ну, в своей такой юношестве когда вот там первая любовь такая, ну, серьезная первая любовь не как в детском саду а вот там в 14-15 лет я писал много стихов У меня прям сборная стиха Ну, это все практически Да-да-да Но там самое главное была рифма и слюни Да-да Слезы Как хорошо сказано Да, сопли По-нашему Никогда не думал, что вернусь к этому Но вот так вот судьба распорядилась Я очень рад Ну, по поводу спектакля потом вообще поговорим не знаю, как Нет, это естественно Я просто к тому, что вас нужно вот смотрите, какой вы разносторонний вас нужно показывать по всем районам Москвы в рамках московского долголетия и показывать как пример вот как нужно я имею в виду чтобы поактивнее наши так сказать пенсионеры потому что жизнь после пенсии правда она у вас рано потому что вы военный вот как у балетных Уже 21 год пошел, как я на пенсию пачки как в балете как цирковые но прозвучало ключевое пока музыку не пишите есть наметки? ну, в принципе я и на пианино никогда не играл все приходит в общем-то но музыка это не только пианино в целом на самом деле вот мой композитор скажет, что в принципе многие вторые голоса к песням кстати, вот сейчас будет песня звучать там есть второй голос в самом конце в принципе он записан мною то есть я как бы вот пел-пел-пел потом мне композитор всегда говорит ну, расслабься и спой, как ты хочешь и я пою уже так как я хочу как правило накладываем одно на другое получается бяка хорошая и вот я что хочу сказать как же вы же все-таки у вас не хухры-мухры вы президент правильно? да и вот это же очень ответственная должность я хочу спросить но не сейчас чуть-чуть попозже что в нее входит и насколько при вашей вот этой активности творческой так скажем насколько у вас вообще хватает времени на вашу основную должность так скажем или наоборот потому что ну, что-то все равно все равно чем-то приходится жертвовать это идеально когда хобби превращается в работу и еще приносит не только удовольствие но и материальное благо так скажем но тем не менее хорошо, что вы предупредили про следующую песню она будет называться секунду сейчас мы уходим на рекламочку она прозвучит чуть-чуть попозже она будет называться встретимся после войны и обратите внимание в конце когда композитор сказал артисту а вот тут что-то спой а вот что-то такое мы уже повнимательнее будем ее слушать но это будет чуть-чуть попозже и поговорим вот об этой вашей деятельности ЖИВАЯ СТРАНА ЖИВАЯ СТРАНА кто подумать смог бы кто сказал мы бы не поверили что беда случится и гроза ветры черные вели и наступит наш с тобой черед войны злое кружева собрала нас палила в поход братьев по оружию говорил мне дед слова родина всегда права а над нами небо как море голубое и последние минуты тишины мы давай браток покурим перед боем и встретимся после войны перемелим все переживем и придем с победою и как прежде у костра споем стихою беседою о тех кто головы сложил кто уже не с нами кто уже не с нами скажем то что честно отслужил посидим помянем говорил мне дед когда то честь живет в душе солдата а над нами небо как море голубое и последние минуты тишины мы давай браток покурим перед боем и встретимся и встретимся а над нами небо как море голубое и последние минуты тишины и последние минуты тишины и последние минуты тишины мы давай браток покурим перед боем поле и последние минуты тишины и последние минуты тишины как море и последние минуты тишины И оказалось так, что он находится практически на линии соприкосновения, такой был разговор напряженный немножко, и он говорит, ну ладно, слушай, давай сейчас не очень удобно, встретимся после войны. И как раз это была такая дата перед 22 июня, и у меня вообще часто таким датам не хочется что-то такое написать или стихотворение, или стихотворение к песне. И здесь так вот случилось, что как бы вроде встретимся после войны, это как бы и Великое Отечественное очень здорово, но в принципе сейчас на нынешнюю ситуацию очень здорово ложиться так вот, как бы каждый, в общем-то, понимает о своем. Ну да. Ну вот таким впечатлением прям сразу вот это встретимся после войны, оно легло прям вот в основном. Хорошая песня очень. Ну так вернемся к нашему разговору по поводу вашей такой гиперактивности в творчестве. В первую очередь мне очень хочется узнать, что входит в ваши обязанности как вот президента Альфа. Ну смотрите, это общественная организация, и нагрузки, в общем-то, у нее такие как бы общественные. Прежде всего... Дать квартиру, да, там что-то такое, или что? Это как профсоюз это, или как... Нет, мы не коммерческая организация. Прежде всего мы пытаемся помогать нашим ветеранам трудоустроиться, найти себя в гражданской жизни. Это не так просто после службы в спецназе. Я очень большое внимание уделяю подразделению нашему, у которого тоже, в общем-то, ну, случаются часто бытовые какие-то проблемы. Вплоть до того, что там надо вот, ну, скажем, административное здание, там, где они работают, там, дежурят, ждут боевой команды тревоги, отремонтировать, например. В принципе, вот, ну, слава богу, такое время прошло, ну, там, лет 10, 15, 20 назад. Ну, что, бывали какие-то и средства защиты покупали, какие-то приборы покупали. Ну, у вас, как я понимаю, есть какие-то часы приема, встреча с населением. Ну, сейчас, вы знаете, сейчас не надо так... Больше всего просто можно встретиться в любом месте, организовать там и офис на колесах, у меня есть, и, в принципе, офисов... Просто это хлопоты, это хлопотная такая история, которая занимает очень много... Ну, вообще, это приятные хлопоты, и, знаете... Понятно, но все равно это человеческий фактор. А самое, наверное, главное, даже не сказал, задачи Союза, вы знаете, дело в том, что, вот, ну, боевые подразделения, офицеры, как бы, они закрыты, и, так скажем, рассказывать о себе нельзя и не принято. А вот общественная организация, это, в общем-то, наверное, та организация, которая может, как бы, заниматься вот этими проблемами... От лица как раз-то. Да. Причем, знаете, вот, я так получилось, что, в общем-то, вот, в 82-м году пришел сапоги одел, и я помню, в общем-то, что вот за годы моей службы, имидж службы в армии, в спецназе, там, в спецвойсках, он менялся. Причем от такого, когда мы пришли, там, курсантами, вы золотой запас родины, каждая девчонка мечтает, там, познакомиться с курсантом, быть из-за офицера. А потом, когда, там, в 92-м мне руководитель говорит, ты в форме не иди, в метро не спускайся, могут погон сорвать, там. И я очень хорошо понимаю, что... Но 90-е, они, в принципе, в репутационном смысле, они были во многих отраслях провальные. Вы знаете, после 90-х все равно были волны, были волны. И вот я считаю, что наши организации, общественные организации, они могут, вот, поддержкой именно имиджа могут заниматься, в том числе мое творчество, мое творчество, там, книги, песни. Вы знаете, как здорово, когда вот после спектакля подходят ребята, там, уже в какой-то курсантской форме, говорят, а мы прочитали вашу первую книгу, и я решил пойти, вот, связать свою жизнь с армией. Я не знал, я вот там 15-16 лет, а прочитал, и я решил пойти, и я вот сейчас курсантом. Там кто-то подходит, говорит, там, вот я вашу там передачу слушал, там, и мне было классно, здорово, я там послушал песни и решил тоже вот связать свою... Мне практически каждый день приходят запросы, как прийти там, как поступить в Альфу. Более того, я очень много людей, как бы, с нашим руководством подразделения скрестил, и на самом деле ездили люди, и тестировали, и приглашали к себе, то есть проводили проверки. И, в общем-то, так вот потихонечку, потихонечку, вы поймите, чем больше людей будет хотеть служить, тем у командиров будет больше возможности набрать высококлассных, профессиональных людей. Ну, сами знаете, чем больше выбор, тем легче выбор. Ну, да, но еще не все годятся туда, я имею в виду, это как некротитет, это действительно элитные войны. Вот это, я считаю, ну, наверное, вообще основное, то есть создавать имидж, потому что мы никогда не придем к тому, что военный, я не представляю даже, что в России военный там так зарабатывал, что там банкиру не снилось, но не хлебом единым жив человек. Ну, зато очень много льгот у военных, очень много, ну, мне так кажется. А сколько тяга-то лишений? Ну, вот, нет, я могу сказать, у меня муж, у меня муж из военной семьи, он единственный, кто не имеет отношения к военным, вот. Ну, вот у него брат молодой такой, очень, так сказать, ну, неважно, нельзя мне о нем говорить. Он есть. Вот, но я знаю, что там очень хорошие, хорошая ипотека, очень хорошие, ну, условия, хорошие очень льготы, хорошие, нет, там есть, это сложная служба, это сложная работа, так скажем. Ксения, я не буду с вами спорить, потому что если буду спорить, будем разрушать имидж службы в армии. Поэтому я с вами полностью согласен, приходите, идите служить, вот такая ипотека, вот такие льготы. Там как раз женам сложнее, вот орден за любовь, это вот для нас, это для нас. Без тыла, без тыла никакой службы не бывает, конечно. Орден за любовь. Я пишу тебе письмо Все мои ребята спят, непростой был марш-бросок, я пишу, ты прочитаешь между строк, Ведь ты же для меня родная, больше, чем подруга, больше, чем жена, и назло всем вьюгом, ты была верна. И дорогу пыльную солдатскую прожила со мной, мне остаться бы, но вызов по тревоге, и мы на вертолет, ухабы и дороги, и так за годом год. Я бы точно выдал всем без лишних слов, женам офицерским, орден за любовь. Это больше, чем покой, знать, что дома будут ждать, и за это я готов все отдать. Ты, наверное, устаешь, и ложишься за полночь, и целуешь перед сном нашу дочь, Ведь ты же для меня родная, больше, чем подруга, больше, чем жена, и назло всем вьюгом, ты была верна. И дорогу пыльную солдатскую прожила со мной, мне остаться бы, но вызов по тревоге, и мы на вертолет, ухабы и дороги, и так за годом год. Я бы точно выдал всем без лишних слов, женам офицерским, орден за любовь. Больше, чем подруга, больше, чем жена, и назло всем вьюгом, ты была верна. И дорогу пыльную солдатскую прожила со мной, мне остаться бы, но вызов по тревоге, и мы на вертолет, ухабы и дороги, и так за годом год. Я бы точно выдал всем без лишних слов, женам офицерским, орден за любовь. Живая струна Алексей Филатов сегодня в гостях в программе «Живая струна». Если вы только что к нам присоединились, можно, если есть такая возможность, еще и посмотреть. А вообще концерт полностью в формате YouTube выйдет в понедельник. Выйдет в понедельник, как обычно, в пятницу. За выходные вы отдыхаете, мы работаем, мы монтируем, монтируем. И в понедельник, чтобы в понедельник не казался таким уж сильно тяжелым днем. Да день как-то. А мне что-то, знаете, чего в голову-то пришло? А существует, странный сейчас вопрос, вам, наверное, покажется, а можете, нет? А существует группа «Голубые береты» или нет? Да, конечно. Есть? Нет, просто одно время, нет, просто одно время они как-то вот везде довольно часто, и как-то вот исчезли. Я так думаю, может, они распались. Ну, просто если я на пенсии 20 лет, то они уже, наверное, лет 40. Ну, понятно, да, но я имею в виду, что как-то вот они были, вот их не слышно. Вот я думала, может быть, вы общаетесь между собой, направление. Нет, я бывает встречаю где-то их на каких-то вот таких торжественных мероприятиях, они еще существуют. В старом составе? Да, ну, костяк тот же. Ну, да, 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 да. Не, ну, просто их там много, их очень много, по-моему. Их четверо там. Да ты что? Да. Ой, да вы что? Да ну вы. Мне бы что-то казалось, что их дофига, что там два человека. Вы же не ласковые маят, а? Один коллектив, четыре человека. Ну, как сказать, в свое время там они просто очень как-то везде звучали, их показывали по телевизору на всех праздниках, а сейчас нет, наверное, просто возраст. Ну, они возраст, да, взрослые стали уже как-то так вот, ну, еще раз больше там, наверное, к огороду тянет, наверное, я не знаю. Нет, дело в том, что вот вы сказали мне еще в самом начале, Алексей, что давайте вот поговорим о спектакле. А я так думаю, о чем мне о нем с вами говорить? Он все равно, как это, ресторан закрыт на спецобслуживание. На него так просто-то попасть нельзя. Вы, как я понимаю, вы чаще всего играете по каким-то, ну, как это назвать? По специальным поводам. Да, по специальным поводам, закрытые для... Это совершенно неправда. Я, на самом деле, во-первых, полтора года назад при моем продюсировании, при моем участии, по моей книге, с моим участием мы создали первый спектакль «Людя на страже Отечества». Мы провели 47 спектаклей на 37 площадках в России. Были даже в Красноярске, даже были возле Ледовитого океана на площадке нефтедобывающей «Ванкор». Я думаю, не каждый смертный может туда попасть. Мы были в Артеке, мы были в Крыму, мы были по всему. Нет, а сейчас у вас какой-то другой спектакль. А сейчас, да, у нас новый спектакль, и его премьера состоится 28 мая, день пограничника. Я, в принципе, в своей программе всегда говорю, ребят, кто на меня подписан, кто даже не подписан, кто хочет, войдите со мной в переписку. Мы с вами попереписываемся, познакомимся, и я, в принципе, вам могу прислать пригласительный билет совершенно бесплатно. Я говорю, что это билеты не в продаже. То есть это просто, если вы сильно, надо очень понравиться Алексею Алексеевичу. Нет, ну это просто для своих, вот я могу вам сказать, что своих вот на данный момент уже набралось где-то больше 350 человек. Супер. Да, но еще есть 200 мест своих. Все, понятно. Я всегда открыт. Свой, своему поневоле, брат. Открыт для общения, да. Могу пригласить всю радиостанцию «Шансун», весь холдинг. Сейчас мы, тогда мы вообще весь зал, вы даже не можете себе представить, что у нас за холдинг, и сколько нас народу. Вы даже не можете себе представить. Я надавижу совещание, но проходят в этом ходе. Девять радиостанций, вы понимаете? Вот так вот. Кто-то на боевом дежурстве. Всего две смены, наверное. Вот они здесь сейчас с вами. Вечные. А остальные на корпоративы ходят, а мы вот здесь. Так, хорошо, мы сейчас прервемся, нам нужно немножечко денежек заработать, и потом песня «Генерал». Живая страна Первую войну свою Ты в солдатских сапогах Отшагал, прожил строю На далеких берегах Тех дорог седая пыль В памяти Афган-Кавказ Твоей честной жизни был И призвание спецназ Ты судьбу не выбирал, генерал Ты в боях свое прошел, прожил Сколько раз ты выживал, умирал В общем, что еще сказать Служил Находил друзей и терял Твердо знал, что устоим Твердо знал, что устоим Своё сердце доверял Братьям названным своим Ведь солдатская звезда Загоралась над тобой Лет горящих череда Жизнь, как бой Ты судьбу не выбирал, генерал Ты в боях свое прошел, прожил Сколько раз ты выживал, умирал В общем, что еще сказать Служил Путь нелегок и непрост Жрамов горькая медаль Болью стал Беслан, Норд-Ост Вспоминая, смотришь вдаль Жаркой Сирии пожар Грозовые дни в Чечне Каждый сердце ты удар Отдавал своей стране Ты судьбу не выбирал Генерал И в боях свое прошел, прожил Сколько раз ты выживал, умирал В общем, что еще сказать Служил Живая струна Живая струна Коллега, я в затруднительном положении Коллега, потому что Вы, Алексей, и тоже радиоведущий Поэтому мы сегодня Что случилось? Давайте помогу Для живой струны Мы сегодня очень много разболтались За жизнью Поэтому, я не понимаю У нас ни туда, ни сюда получается Две песни не влезают Одна А до одной еще надо что-то рассказать Ну, в любом случае, поем Ну, что рассказать-то я могу вам Да ладно, давайте тогда поем Давайте поем «Жизнь и мудрое вино» Моя любимая песня Жизнь и мудрое вино Делают года ценнее Все, что было нам дано Не всегда понять сумеем Улыбнусь и погрущу В тишине дубовой ночи И за все себя прощу Станет мне немного проще В солнечных лучах Каждую свою минуту Каждый выдох, каждый вздох Проживу я словно чудо Если мне позволит Бог Если буду чуть добрее Я себя не обману Становлюсь я чуть мудрее Каждую свою весну В детстве спрашивал я мать Как прожить на свете белом Сердцем надо выбирать Идти по жизни смело Отвечала мне она Что печалиться не надо Жизнь у нас всего одна Каждый день для нас награда Жизнь у нас одна Жизнь у нас одна Каждую свою минуту Каждый выдох, каждый вздох Проживу я словно чудо Если мне позволит Бог Если буду чуть добрее Я себя не обману Становлюсь я чуть мудрее Каждую свою весну Много прожил я и встретил Поражение лёд и звёзд побед И теперь уже своим я детям говорю Что жить без бед совсем не получится Но верить надо и ценить, любить Пока шумит листва Каждый день для нас с тобой награда Вспоминаю мамины слова Каждую свою минуту Каждый выдох, каждый вздох Проживу я словно чудо Если мне позволит Бог Если буду чуть добрее Я себя не обману Становлюсь я чуть мудрее Каждую свою весну Огромное спасибо за концерт Всем хороших выходных До следующей пятницы Я с вами прощаюсь И с вас ещё одна песня Друг армейский Ну, как мы начинаем? Очень быстренько, прямо Да, хватит Позвонил мне друг армейский Мол, буду я в твоих краях Проездом Мы давным-давно служили вместе Были не разли в водах Вода А потом нас раскидала Юность Горизон и города Да, подъезды, но мы одни и те же пели песни И встречались иногда. Ресторанчик тихий у вокзала, Мы сядем, выпьем по чуть-чуть. А первую за нас с тобой, Что вы жили в нелегкий бой. А третью мы не чокаясь, Кого взяла война жестокая. Ну а потом мы выпьем крайнюю За нашу родину бескрайнюю. Посидим до поздней ночи, Вспоминая те года шальные И похода боевые грозы И заслуженных побед огни. Расставаться так никто не хочет, Редко служба дарит выходные. Но парам засиделись поздно, Будет время, ты звони. Ресторанчик тихий у вокзала, Мы сядем, выпьем по чуть-чуть. А первую за нас с тобой, Что вы жили в нелегкий бой. Вторую мы за матерью, Чтоб вернулись сыновья скорей. А третью мы не чокаясь, Кого взяла война жестокая. Ну а потом мы выпьем крайнюю За нашу родину бескрайнюю. Много тягот и тревог у службы, Нелегко в бою и нелегко в ученье. Но такой мужской особой дружбы Я не видел, не встречал. Друг армейский, лишних слов не нужно, Не имеет все слова значения. Нас давно с тобой связала служба, Каждый жил, как обещал. А первую за нас с тобой, Что вы жили в нелегкий бой. Вторую мы за матерью, Чтоб вернулись сыновья скорей. А третью мы не чокаясь, Кого взяла война жестокая. Но потом мы выпьем крайнюю За нашу родину бескрайнюю. За нашу родину бескрайнюю. ЖИВАЯ СТРУНА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова